Громом среди ясного неба на этой неделе для украинцев стала следующая новость. Самый крупный лоукос Европы Райнэйр пролетает мимо Украины. Все потому, что ирландская компания не смогла договориться с аэропортом Борисполь. Хотя до этого Райнэйр заключил контракт со львовским аэропортом. В Борисполе, уверяют, перевозчик выдвинул ряд финансово невозможных требований. А заявление о разрыве договоренности не что иное, как шантаж. Ирландцы парируют, мол Борисполь закрывает небо из-за тайного сговора. Больше о прерванном полете лоукостера смотрите в нашей справке. В Лондон за 30 евро, а в Берлин или Стокгольм за 20. Десятки дешевых рейсов каждую неделю в европейские города. И почти все они пока пролетают мимо украинцев. Ирландский лоукост Райнэйр заявил, он не будет заходить на украинский рынок. Ведь переговоры с аэропортом Борисполь уж слишком туманны. Прежде всего у нас есть целый ряд вопросов. Именно его в Райнэйр назвали причиной срыва договоренностей. Директора аэропорта Борисполь не устраивают условия, которые выдвинула компания. Мол, лоукост для бюджета сплошной урон. Среди требований авиакомпании бесплатные места под офисы и рекламные площади в аэропорту. И бесплатная земля под строительство собственной гостиницы. Кроме того, ирландцы предложили целый ряд пассажирских поборов заменить на единый в 7,5 долларов. Наша зона риска составляет приблизительно 2 миллиарда гривен недополученных доходов. Райнэйр крупнейшая лоукост компания в Европе. Она сотрудничает с почти 30 странами. Выгодно это показалось и львовскому аэропорту, с которым у ирландцев никаких разногласий. Именно поэтому в конфликте компании с Борисполем увидели тень сговора. Мол, к срыву контракта причастна компания МАУ. Там все отрицают. Компания МАУ официально заявляет, что не является участником переговоров между двумя субъектами хозяйствования – аэропортом Борисполь и Райнэйр. А поэтому не имеет никакой возможности влиять на ход этих переговоров. Скандал разгорелся нешуточный. Министр инфраструктуры даже увольнением директору Борисполя угрожал. А премьер заявил – Райнэйру в Украине все-таки быть. Мы договорились, что Министерство инфраструктуры, аэропорт Борисполь, вместе с Офисом развития инвестиций, залучения и сопровождения инвестиций, инвестиционный офис урядовый, займутся, по-перше, процессом отновления переговоров, аудит переговорного процесса, который был проведен. И так уж мы вернулись до Национального антикоррупционного бюро и антимонопольного комитета. Я думаю, что было бы очень сильно, чтобы выйти в процессе переговоров и с пропозицией, чтобы они остались работать в Львове. Это очень важно, потому что Львов полностью обеспечил все необходимые условия співпрации. И уже в четверг директор Борисполя стал менее категоричным. На своей странице в Фейсбуке написал «Готов приветствовать лоукосты в Украине» и возобновляет переговоры с Райнейром в формате на троих. Авиакомпания, Борисполь и Министерство. Кстати, небольшой момент специально для тех, кто говорит, будто все это тема не слишком-то и важная. Простая статистика. Только за месяц работы безвизового режима между Украиной и странами Евросоюза более 100 тысяч украинцев уже воспользовались безвизом. Это вдобавок к тем, кто ездит еще по старинке с действующими визами. Так что аудитория у таких вот новостей о лоукостерах и попытках отдельных украинских чиновников держать небо Украины все еще закрытым, поверьте, огромная.